Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Здесь мы разбираем моторы, коробки и рассказываем абсолютно всё о БУ-запчастях. Сейчас мы находимся на пятом этаже нашего громадного склада. Посмотрите, сколько здесь оптики. Также есть фальш-решетки радиатора, а также очень много рулей. В компании «АвтоСтронг» отличные цены, быстрая доставка и прекрасный сервис. Мы давненько не разбирали что-то от Volkswagen. Ну что, соскучились? Итак, встречаем 2.0 FSI BVY от Volkswagen. В 2002 году концерн VAG начал устанавливать прямо впрысковые двигатели на свои автомобили под маркетинговым названием FSI. Первые моторы были крохи объемом 1.4 и 1.6. Кстати, один из них мы уже разбирали, так что кликаем по ссылочке и смотрим. Затем, в 2002 году появился двухлитровый прямо впрысковый двигатель AWA на Audi A4, а в 2003 году появился 2.0 FSI AXW, который устанавливали на Audi A3, Volkswagen Golf и Turan. Сегодня мы будем рассматривать наследника этого мотора 2.0 FSI с индексом BVY. Данный двигатель для поперечной установки на автомобили Audi A3, Volkswagen Golf, Jetta, Turan, EOS, а также Passat. Выпускали его с 2005 года по 2010. Данный двигатель снят с Volkswagen Passat B6 2005 года выпуска. Данный двигатель относится к семейству EA827. У него легкосплавный блок с чугунными гильзами. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который приводит только выпускной распредвал. Впускной распредвал от выпускного распредвала приводится однорядной цепью, которая также является частью системы изменения фаз газораспределения. Фазовращатель находится на выпускном распредвале. Впускной коллектор оснащен механизмом изменения его длины. Также во впуске есть вихревые заслонки, которые управляют потоками воздуха на входе в цилиндры. На этом двигателе нашлось место для системы рециркуляции отработавших газов. Также в поддоне есть модуль балансирных валов со встроенным маслонасосом. Вся эта конструкция приводится цепью. Уникальность данного двигателя в том, что у него очень сложная выхлопная система. Выпускной коллектор отправляет выхлопные газы в две раздельные приемные трубы. Сразу же за ними находятся два широкополосных лямбдазонда и два предварительных нейтрализатора. Затем идут два планарных лямбдазонда. После этого два трубопровода сходятся в один и входят в накопительный нейтрализатор, за которым находится датчик оксидов азота. Атмосферники 2.0 FSI нельзя назвать плохими и хлопотными. У многих владельцев они ходят по 400 тысяч километров прямо сейчас. Мы расскажем о всех его слабых местах и о проблемах, с которыми можете столкнуться. Топливная система двигателя 2.0 FSI очень похожа на дизельную. В баке находится подкачивающий насос изменяемой производительности. По команде ЭБУ давление в линии подачи варьируется от 0,5 до 5 бар. При запуске двигателя давление увеличивается до 6,5 бар. Фактическое давление контролируется отдельным датчиком. Из линии подачи топливо попадает в одноплоджерный ТНВД, а оттуда в топливную рампу под давлением от 30 до 110 бар в зависимости от режима работы двигателя. Также на корпусе ТНВД установлен управляемый ЭБУ регулятор давления. ТНВД, а именно его плунжер, приводится от двойного кулачка, который находится сзади впускного распредвала. В топливной рампе давление меряется отдельным датчиком. Избыточное давление топлива в рампе уходит через предохранительный клапан, который чисто механический и открывается при достижении давления более 120 бар. Рекомендуемое топливо для двигателя 2.0 FSI – это АИ-98. На АИ-95 двигатель будет работать со сниженной мощностью. Часто автомобили с двигателями 2.0 FSI сталкиваются с неисправностью бензонасоса. Если производительность бензонасоса откровенно слабая, то возникает соответствующая ошибка. Датчик, который установлен в линии подачи, видит недостаточное давление. Чаще всего бензонасос работает при сниженной мощности без появления каких-либо кодов неисправности. При этом теряется мощность и двигатель может заглохнуть на холостом ходу. Остановка двигателя и невозможность его завести, скорее всего, происходят при прогретом двигателе либо в жаркую погоду. Эти симптомы исчезают, когда двигатель остывает, либо же когда заправитесь холодным топливом с АЗС. Тогда двигатель запускается. Оригинальный бензонасос стоит около 400 долларов, но уже есть очень много китайских дешевых заменителей. Немало двигателей 2.0 FSI с индексом BVY имеют проблемы с запуском в сильные морозы, хотя очень много двигателей без проблем запускается и в минус 30. Считается, что в минус 17 EBU готовит слишком богатую топливную смесь, которая заливает свечи. Самым действенным решением проблемы с холодным пуском является обманка датчика температуры охлаждающей жидкости, благодаря которой EBU видит теплый двигатель и не заливает свечи. Обманка может быть резистор, либо переменный резистор сопротивления 50 кОм, который припаян параллельно датчику температуры охлаждающей жидкости. Чувствительным элементом в котором является именно резистор. Благодаря этому EBU видит, что температура охлаждающей жидкости не менее плюс 5 градусов и не мудрит с топливовоздушной смесью. Вот эти два провода, которым припаивают эту волшебную обманку. Волшебную обманку делают с выключателем, чтобы включать ее только в момент холодного запуска. Нужное сопротивление переменного резистора можно выставить, не поверите, включив сервисный режим климат-контроля. Там на правый экран можно вывести показания вот этого датчика, а потом уже подкручивать переменный резистор, чтобы он обманул датчик и показал температуру охлаждающей жидкости, к примеру, плюс 10. Дроссельная заслонка на данном двигателе служит хорошо, в поломках она не замечена. Но из-за слоя нагара может нарушиться ход заслонки, и тогда появится ошибка по регулированию холостого хода. Также, если заслонка очень сильно загрязнена, то может вылететь ошибкой по системе стабилизации, и тогда двигатель уйдет в аварийный режим и не будет развивать более 2000 оборотов. При этом на холостом ходу двигатель будет подергиваться, а моментальный расход на холостом ходу возрастет. В норме он должен быть 0,9 литров в час. Все проблемы практически лечатся чисткой заслонки. Также есть рекомендация снять крышку сервопривода и промазать там все специальной смазкой. Мембранный клапан системы вентиляции картерных газов находится в клапанной крышке картерных газов. Из него идут в отпускной коллектор с помощью вот таких резиновых трубок. Так вот, со временем мембрана в этом клапане может треснуть, а также вот эти трубки от старости могут затвердеть, а потом и порваться. Вот как в данном случае. При разрушенной мембране двигатель слишком интенсивно высасывает картерные газы. Можно заметить, что на холостом ходу открученная пробка слишком сильно присасывается к маслозаливной горловине. При этом двигатель дергается на холостом ходу, а моментальный расход топлива по компьютеру увеличивается. Еще больше моментальный расход топлива увеличивается из-за трещин вот в этих трубках, как в нашем случае. То есть, если моментальный расход топлива по компьютеру подрос с 0,9 до 1,5 либо трех литров в час, то тогда надо искать трещины в деталях системы ВКГ. По оригиналу данная мембрана не продается, но владельцы знают, что очень хорошо подходит мембрана для грибка от Cherry Tiggo. Ну а сегодня в разборе нам будет помогать мастер своего дела, то есть он разбирает мотор, как играет на музыкальном инструменте. Встречаем, Павел. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. Клапан EGR на данном двигателе имеет электронный сервопривод с пластиковыми шестернями с годами и большими пробегами. Заслонка начинает заедать из-за сажевого налета и всю нагрузку на себя берут вот эти шестерни. Из-за чрезмерных нагрузок обламываются зубья. При наличии очумелых ручек эти зубья можно восстановить либо же поменять шестерню, либо же если вот именно эта шестерня изношена, то есть обломанные зубья, можно поменять ее положение, убрав подальше обломанные зубья. Чтобы такого не происходило, надо чистить заслонку, предварительно сняв клапан. При установке клапана его надо адаптировать с помощью диагностического ПО. Вот это пластиковый впускной коллектор двигателя 2.0 FSI. Вот это вакуумный актуатор, который управляет барабаном, который переключает впускные каналы. Вся эта конструкция служит долго и без каких-либо проблем. Термостат двигателя 2.0 FSI частенько требует замены. Симптомы стандартные. Двигатель не прогревается более 70 градусов. Случаев перегрева мотора из-за неисправности термостата не было. Вот такой вот интересный узел установлен на двигателе 2.0 FSI. Снизу корпус масляного фильтра, сверху маслоотделитель системы вентиляции картерных газов. Со временем данный узел надо снимать, потому что возникает течь масла. Надо менять прокладки между блоком и корпусом, а также прокладку под теплообменник. Хотим поближе показать вам вот этот узел. Металлическая часть – это топливная рампа, вот это аварийный клапан, вот это датчик высокого давления, а вот здесь скрыт моторчик, который управляет якобы вихревыми заслонками. Задача вот этих заслонок при низких нагрузках на двигатель уменьшить сечение вот этих пропускных каналов. Как правило, с этими частями ничего плохого не случается. Общая проблема двигателя с прямым впрыском – это наличие масляного налета на впускных клапанах. Это происходит из-за низкого качества масла и проблем системы вентиляции картерных газов. При этом двигатель плохо заводится, работает с пропусками зажигания и жалуется на бедную смесь. Решить эту проблему можно только чисткой специальным средством. При этом надо снимать впускной коллектор. Здесь огромное количество масляного нагара и такое впечатление, что маслосъемные колпачки перестали выполнять свою функцию. Контур высокого давления на двигателе 2.0 FSI надежен. ТНВД Hitachi имеет очень хороший ресурс. Механический износ плунжерной пары, впускного или нагнетательного клапана возможен только при эксплуатации данного ТНВД длительное время на хреновом топливе. Также может выйти из строя регулятор давления или же разломаться его разъем. Работоспособность топливной системы лучше всего проверять по соответствию фактических параметров, требуемых. Если высокое давление падает в определенные моменты, значит ТНВД на дефектовку. Во многих случаях придется поменять ТНВД. Новый ТНВД Hitachi стоит 300 долларов. Но зачем он вам, если в «АвтоСтронг-М» есть прекрасные предложения по отличным бу ТНВД Hitachi. Чаще всего ТНВД двигателя 2.0 FSI приходится снимать для замены его толкателя, который находится на плунжере. Толкатель из себя представляет вот такой кулачок наперсток, который работает по двойному кулачку впускного распредвала. Как и на многих двигателях VAG данный кулачок изнашивается. Когда он изнашивается либо протирается, то падает производительность ТНВД и даже слышен металлический лязг. Толкатели на атмосферных двигателях 2.0 FSI служат дольше, чем на турбированных. Также практически неизвестны случаи износа двойного кулачка впускного распредвала. Если говорить по состоянию, то состояние кулачка хорошее. Виден небольшой износ, но он даже не ощущается на ощупь. Сзади на ГБЦ, как и на многих автомобилях VAG, установлен вот такой недолговечный тройник-разветвитель системы охлаждения. Со временем он дает течь на стыке с ГБЦ. В таком случае его надо обязательно поменять на новый. Предусмотренный интервал замены ремня производителем 180 тысяч километров. Если ремень не оригинальный, то его лучше менять каждые 100 тысяч километров. В случае обрыва известные последствия печальны. Может даже треснуть ГБЦ. Вот двойной кулачок, от которого пляшет плунжер ТНВД на моторе 2.0 FSI. Напомним, что на моторе 2.0 TFSI кулачок тройной. Данная цепь, которая приводит впускной распредвал, имеет очень сомнительный ресурс. Лязганье дополнительные звуки могут уже появиться к пробегу 100-150 тысяч километров. Также лишний звук может появиться из-за гидронатяжителя цепи, который пропускает масло, которое к нему подается. И тогда он не обеспечивает должного натяжения цепи. На впускном распредвале двигателя установлен гидравлический фазовращатель. Пробегу к 200 тысяч километров либо ранее он может начать трещать в первые секунды после запуска двигателя. Но в большинстве случаев с фазовращателем все в порядке. Виновником этому недостаточно быстрое наполнение камер фазовращателя маслом. А виновником вот этой ситуации может быть клапан N205, управляющий либо же тефлоновые кольца, которые уплотняют канал подачи масла к фазовращателю. Клапан N205 может засориться. Частички закоксовавшегося и подгоревшего масла могут попасть внутрь и нарушить подвижность золотника. Также в некоторых случаях данный клапан может потерять герметичность по своему электрическому разъему, то есть дать течь, как в данном случае. Уплотнительные тефлоновые кольца находятся на отростке крышки, которая прикрывает распредвалы. Ресурс у данных колец весьма ограниченный. Также эти кольца легко повреждаются. При замене межраспредвальной цепи при снятии крышки они могут просто лопнуть, и тогда фазовращатель не будет получать полного объема масла. После данной процедуры, то есть замены цепи, двигатель может начать трещать фазовращателем и сыпать ошибками по системе изменения фаз газораспределения. Конкретно для двигателя 2.0 FSI комплект данных колец по оригиналу не предусмотрен, но они подходят от мотора 2.0 TFSI. Комплект таких колец стоит 30 долларов. Их стоит каждый раз менять при каких-либо операциях вот с этой крышкой. Также фазовращатель известен тем, что винт, которым он крепится, откручивается с очень большим трудом. Его даже иногда надо высверливать, поэтому при любых манипуляциях с фазовращателем запаситесь запасным винтом. Если фазовращатель долго испытывает масляное голодание, то он может заклинить и вообще не выполнять свои функции. Трест при запуске двигателя обычно возникает из-за выработки в отверстиях под стопор фазовращателя. Также выработка может быть в местах контакта фазовращателя с уплотнительными кольцами. Ну а теперь посмотрим на состояние кулачков распредвалов. Кулачки убиты, на них раковины, то есть сталь выкрашивалась. Напомним, что все моторы, которые мы разбираем в наших разборках, не прошли суровый контроль качества от компании «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С данной ГБЦ ничего плохого не случается. По состоянию видно, что данный двигатель ел масло литрами. Из-за такого толстого слоя нагара даже на первый взгляд не разглядеть форсунок непосредственного впрыска. По состоянию цилиндров хона нет, поршни здесь типичной конструкции для двигателей с непосредственным впрыском с вытеснителями. Двигателю 2.0 FSI достался беспроблемный модуль балансирных валов и масляного насоса. Он приводится цепью и в нем нет проблемного промежуточного вала привода маслонасоса. Сам маслонасос чувствителен к качеству масла. При скапливании большого количества частичек закоксовавшегося масла засоряется маслозаборник. При этом снижается давление в системе смазки. О снижении давления в системе смазки вам скажет стук гидрокомпенсаторов, а также проблемы с фазовращателем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мотором FSI не свойственен жар масла. Если мотор начинает потреблять масло, то значит дело в залегших поршневых кольцах из-за низкого качества масла, либо же несвоевременной его замены. Что мы и наблюдаем в данной ситуации. Закоксованное маслосъемное кольцо малоподвижно, также потерто графитовое напыление. И стоит отметить, что в данных поршнях и есть канал для смазки поршневого пальца. Вкладыши не протерты, но присутствуют следы закоксовавшегося масла на шатунных и на коренных вкладышах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аналогичные борозды мы видим на всех шейках коленвала. Кому интересно, в блоке присутствуют маслофорсунки. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали достаточно неплохой двигатель. Разгильдяйство в обслуживании приводит к такому результату. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, участвуйте в наших акциях и покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».